В Нью-Йоркском Бруклине завершился первый большой боксерский вечер этой весны. Главным событием стал объединительный поединок в полусреднем весе между обладателем титула WBA Super Китом Турманом и обладателем титула WBC Дэнни Гарсией. Бой получился не столь зрелищным, как ожидалось, особенно его вторая половина. Если в первые шесть раундов Турман был активен в атаке и сумел нанести немало жестких ударов, то затем он изменил тактику и начал много двигаться. Не сказать, что Гарсия стал действовать лучше, но на фоне сбавившего атакующие обороты Турмана он стал выглядеть все же конкурентнее. Тем не менее, потерянные в начале боя раунды Гарсия компенсировать не сумел. Во всяком случае, на карточках двух судей, которые отдали победу Турману. Третий судья посчитал, что выиграл Гарсия. Таким образом, раздельным решением судей Турман наносит своему сопернику первое поражение в карьере, а сам также впервые в карьере объединяет титулы. В рамках этого же вечера свою 12-ю победу на профессиональном ринге одержал россиянин Сергей Лепенец, победив американца Кларенса Бута. В другом поединке вечера бокса в Бруклине новую попытку вернуться на большую сцену предпринял трехкратный чемпион мира в полутяжелом весе 34-летний Чет Доусон. Его соперником стал поляк Анджей Фанфара, которому тоже было что доказывать в этом бою после поражения в первом раунде от Джо Смита летом прошлого года. В первой половине боя Доусон смотрелся хорошо, но в конце начал пропускать. В начале 10-го и заключительного раунда Фанфара потряс Доусона ударом справа. После этого Чет оказался в углу, и серия ударов в исполнении Фанфары вынудила рефери остановить бой. Для Доусона это поражение стало пятым в карьере и третьим досрочным. Примерно в это же время в Лас-Вегасе проходил турнир UFC 209, который за полтора дня до его начала лишился по сути главного боя, хотя по факту это был ко-мейн-ивент. Хабиб Нурмагомедов, испытывая проблемы из-за сгонки веса, был вынужден обратиться за медицинской помощью, и таким образом бой Нурмагомедов Фергюсон был отменен. Эта потеря стала еще более весомой после того, как турнир завершился, поскольку поединку Тайрона Вудли и Стивена Томпсона уже сейчас можно отдавать награду самый скучный титульный бой года. Сам поединок завершился победой Вудли судейским решением. Чемпион без вопросов выиграл третий и пятый раунды, а вот в первом, втором и четвертом действий было крайне мало. Вудли не делал ничего, а Томпсон чуть больше, чем ничего. Но все же в итоге на одной карточке была ничья, а на двух других победил Вудли и во второй раз защитил свой чемпионский пояс. Разочарованием стал и очень ожидаемый бой тяжеловесов. Третий номер рейтинга Алистер Оверим против восьмого номера рейтинга Марка Ханта. Не очень зрелищный бой скрасила только концовка. В третьем раунде Оверим, дважды нанеся удар коленом в голову, отправил Ханта в нокаут. Лучшим описанием динамики этого боя является вот этот комментарий с олбоксинга. Вероятно, самым ярким зрелищем у Кенда и к тому же неожиданным по итогу стало британское противостояние Дэвида Хэя и Тони Бэлью. В мае прошлого года Тони Бэлью шокировал боксерский мир, когда в качестве явного аутсайдера вышел на бой против Илунги Макабу и нокаутировал его во втором раунде, став чемпионом WBC в первом тяжелом весе. Когда было объявлено о том, что Бэлью поднимется в супертяжелый вес ради боя с Хэем, большинство посчитало, что второй раз Тони Бэлью удивить не сможет. Однако Бэлью вновь преподнес сюрприз, хотя и не без помощи удачного стечения обстоятельств. В шестом раунде у Хэя произошел разрыв связки, и с этого момента ему было непросто держать баланс, двигаться и жестко бить. В одиннадцатом раунде Бэлью едва не выбил Хэя с ринга, и угол Дэвида принял решение выбросить полотенце. Дэвид Хэй терпит поражение, получает серьезную травму, и теперь продолжение карьеры под вопросом. Поскольку с травмой или без, но многие отметили, что с момента возвращения в бокс, Хэй заметно потерял в скорости и динамике, а именно эти качества были основой его прошлых успехов. Чтобы не пропустить новые видео, подписывайтесь на наш канал, сделать это можно, нажав на кнопку подписаться непосредственно под видео.